Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это L2D Lineage 2 Daille. Давайте пройдемся быстренько по обновлениям. А начинаем мы с острова неистовства. В острове неистовство 2 часа в день теперь на время ивента. Два раза больше опыта и адены. И также X2 сундучки падают, в которых знаки поручения, свитки модификации, реликвия энергии. Групповые подземелья, сундучок X2. Дальше остров пробуждения, пробужденные боссы, в которых тоже будут выпадать дополнительно кошачья банда и награды. Такой X2 ивент. Также писемка, которая будет приходить утром и вечером, в 10 утра и в 6 часов вечера. Виталка, сундук с реликвией и магические фрагменты новоизмерения. Пропуск, добавляется пропуск на 10 дней до 3 числа. Виталка и там расходники, карты, часики. Свиток с виталочкой. Хорошенький пропуск для кача. Донат магазин. Донатный пак с алмазами. Очень выгодно. Также еще один донатный пак с алмазами. Тоже очень выгодно. Дальше идет такой вот спак с таким значком, за которым можно крафтить. Итемы, карты, блески, святая вода, часы. Расходочка, реликвия. Карты мастера, кристаллов души. И обычные карты, как удобно. Можно посмотреть процентики. Очень удобно. Ивент. Добавляется вот такая сфера инотрила. Такой интересный набор. Стартовый набор расходочка. Алмазы и экипировка, которая вам нужна какая. Они бы хотя бы синьку положили. Так, обычные паки. Очень вкусные карты мастером. Кристаллы души. Карты по 11 раз. Также расходочка. Зелье пробуждения. Блесовенная святая вода. Чистый эликсир. Дизосферы мы крафтим. Вот свиточек. Потом обновились книги. Там книги были со статами. Интеллект, МДР, выносливость. И так далее. Оружие в этот раз. Скидки освещения. Карты. У вас остался сладкий леденец. Вы что-то не скрафтили. Успеете скрафтить. Зелье ветра. Ускорение развития. Чистый эликсир. Не хочу лепить видео. По 3 минуты много видосиков. Сделаю один видосик. Там и обновление. Это будет наверное финальный прогресс. То что я не хочу в это играть. Резать синитосов. Так вот переоделись. Догнал до стат снижения. Накинул около 10 защиты. Там 10 точностей. Всякие там пробития блока. Разные сопроты. Также кристаллы души. Наконец там. Лечение урона от умений. Потом пробуждение. Открыл второй скил. И апнул золотые соски. За щит мудреца вы знаете. В прошлый раз я показывал. В целом у меня получилось. Где-то 12к до алмазов. Я потратил на 5 паков. 5 паков я скрафтил. 2 щита мудреца. 1 продал. За 5500. 1 изучил. 1 продал. Я решил на 5к алмазов. Апнуть статы немножко. Свинолиптон тоже начал буститься. Видно там. Забустил перса немножко. Купил какой-то скилл. За ордена видно нафармил. Потому что. Я свинолиптона. Очень редко видел в замке. Куда-то потратил свои часы до замка. Я не знаю куда. Не знаю кто ему помешал. Вот это что он. Потратил все часы. До замка. Я отстоял. Всю неделю в замке. У меня даже осталось еще 43 часа. В итоге где-то 9 лямов орденов я форманул. Как бы 500 лямов адены. То есть хорошо повезу альт-точкам на другие сервера. Чтобы скупали часики. Постоянно вижу там кто-то пишет. Что мне кто-то подарил чара. Вы наверное не понимаете. Кого и что мне подарили. Мне в августе подогнали чара 70 уровня. Голого. На которого я купил бурю. Загнал мж сет. Кристальные набедреньки. И можно сказать за полгода. Чистыми он принес мне там 12к алмазов. Тот чар. Это чар именно дядюшка Розе. Если мы посмотрим на карты. И на рин. Которую я менял за 5к алмазов. Салина. Которая мне выпала с паков. Став. Который я вытащил с алхимии. И миниэльку. Которую я вытащил. За счет купона. Перед новым годом. 3 месяца назад. Это дядюшка Розе. Просто его понемножку под бущую. Мне повезло вытянуть 2 фиолочки. После нового года лучше не спрашивайте. Ямадаре рассказывал. 9 троев на фиол. И все в 0 ушли. Каждого наверное попустились бы руки. И вы бы не захотели в это играть. Но мне надо делать какой-то контент. Пока ТЛ не вышло. Буст что-то показывать. Чтоб вы смотрели. В целом вот такие вы сейчас видите статы. 277 точности. Ну он тут еще. Если мы возьмем вот этот свиток. Еще бафнем. 280 точности. Почти 200 урона. 251 скилл дэмэджа. Шанс двойного. Шанс тройного. Блокировка оружия. Также позакрывал там коллекции на удержание. То что липтон. Но он на месте не стоит. Просто тупо на него проходить удержание. Тоже пришлось потратиться. Там пару калмазов на удержание закрыл. Если ловить моменты. Да промоушены. Там чекать дешевые колы какие-то. Ну по коллекциям если взять. Короче калькулятор мне показывает. Около 40 коллекций я закрыл. Вот такой вот бубс. Пишите свои комментарии. Там какой-то бета-тест. Кстати вышел. На трон и либерти. На playstation. Закрытый бета-тест. То я не знаю сколько нам еще ждать. Эту элочку. Я думаю к концу весны она выйдет. Я надеюсь. Всем до новых встреч. С вами дядушка Розем. А да. Чуть не забыл. Точно. Если мы зайдем в раздел. Интересная информация. Конрон. Очень крутой чувак. Описал артефакты. Что дают. Где брать. Что бустить. Где их добывать. Какие имперское владение. Если вы изучили скилл. Берете артефакт на имперское владение. Он накидывает по 5 статов. То бишь. Обещал дополнять. Даже видим 10 урона от оружия еще накидывают. Если вам интересно. Почитайте. Ознакомьтесь. Он тут описал с картинками. Очень удобно. То. Такое. Такое.